В сводке из Украинского фронта за среду, 8 февраля, смотрите. Враг обстрелял Харьков, запустив по нему 10 ракет. Из-за российских атак без воды 60 тысяч жителей в Днепропетровской области. Россия может начать наступление до поставок западных танков. Когда? Враг накапливает силы в Донецкой и Луганской областях, а Шойгу отчитался о захвате семи населенных пунктов. Что делают российские военные сейчас в Солидарии? Гробовые шубы. Донецких вдов осчастливили меховыми изделиями за смерть мужей. Об этом в сводке фронта на системе. Этой ночью Россия обстреляла Харьков. Глава Харьковской области Синегубов сообщил о прилетах в центр города. Предварительно С-300 от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, написал он. В телеграм-каналах пишут, что в Харькове прозвучало 6-7 взрывов. Глава Харькова Терехов показал последствия прилетов. А накануне российская армия из тяжелой артиллерии и РСЗО обстреляла Днепропетровскую область. Повреждены линии электропередачи, обесточена одна из насосных станций. Без воды остались около 60 тысяч человек в 9 населенных пунктах. Повреждены частные дома. Но из местных никто не пострадал, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Силы обороны Украины успешно отбили 22 атаки врага в Луганской и Донецкой областях, сообщает Генштаб ВСУ. Противник, говорят там, пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Продолжает накапливать силы на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Правда, за последние сутки никаких масштабных изменений на фронте не произошло, утверждает проект A War Muppet. И публикует соответствующие карты. По их данным, российские военнослужащие продвинулись на Запад со своих позиций в Благодатном. Россия может начать масштабное наступление до того, как Украина получит новое оружие от Запада. То есть до апреля, когда дороги станут труднопроходимыми. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. Минобороны Британии со ссылкой на разведку утверждают, что российские силы пытаются возобновить наступательные операции еще с начала января, но продвигаются по несколько сотен метров в неделю. А значит, маловероятно, что в ближайшей неделе РФ сможет нарастить силы, которые окажут существенное влияние на исход войны. Германия передаст Украине с учетом всех обещанных поставок 187 танков «Леопард-1». Часть будет доставлена в Украину уже этим летом, но большинство не удастся привезти и до 2024 года, отмечает Шпигель. Накануне глава Минобороны Германии Писториус посетил Киев и вручил украинскому министру обороны игрушечный танк «Леопард-2». Германия, Дания и Нидерланды также пообещали направить Украине не менее 100 отремонтированных танков «Леопард-1», сообщила министр обороны Нидерландов. Танки доставят в течение нескольких месяцев, поскольку машины требуют ремонта. Страны также дадут запчасти к ним, а Минобороны Литвы показало обучение украинских военных на зенитных установках «Л-70», которые вскоре передадут ВСУ. Только за последние два дня Россия потеряла пять танков, сообщают в ВСУ. С начала вторжения украинская армия уничтожила 3245 российских танков, почти 6,5 тысяч боевых бронированных машин и свыше 2000 арт-систем. Помимо этого, с начала войны Россия потеряла почти три сотни самолетов и столько же вертолетов, почти 2000 беспилотников, а еще 18 кораблей лодок. По данным Генштаба ВСУ, армия врага уменьшилась на 133 тысячи военнослужащих с начала полномасштабного вторжения. В то же время глава Минубист Шойгу не называет человеческих потерь своей армии, утверждая, что только за январь они убили 6,5 тысяч украинских военных. Хотя, по данным ВСУ, только за минувшие сутки Россия потеряла более 900 своих военнослужащих. Глава российского Минубист Шойгу заявил, что РФ захватила Солидар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, а также Николаевку на Донецком и Запорожском направлениях. По его словам, сейчас развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, так по-старому в России называют Бахмут. При этом Шойгу никак не упомянул ЧВК Вагнера и Пригожина. Тот, в свою очередь, ответил, что сначала в Солидар никто не хотел идти, а сейчас там идет борьба за соляные шахты, надо полагать, среди российских захватчиков. Российские мобилизованные, выжившие после обстрела в Макеевке в ночь на 1 января, записали видеообращение. С закрытыми лицами они пожаловались, что после обстрела они жили где придется. Сейчас их никуда не отправили и не поставили новых задач. В результате ударовое СУ по Макеевскому ПТУ, где базировались мобики, могло погибнуть более 300 военных, утверждала Минобороны Великобритании. Украина сообщала о 400 умерших и 300 ранены. Россия при этом признает гибель 89 мобилизированы. Удачный обмен. Погибший в Украине муж в обмен на… шубу. Вдовы из так называемой ДНР радуются новым подарком. Им из Москвы отправили 21 шубу. На кадрах женщины стоят на улице и, держа перед собой шубы в руках, хором благодарят за заботу. Одна из них от лица всех вдов говорит, что они даже не думали, что будет такая возможность. Но возможность появилась, хоть и ценой жизни мужа. Теперь можно быть счастливой обладательницей мехового изделия. Это сфотка с фронта на системе. Подпишись на канал и оставь свой комментарий под видео. Мы ценим обратную связь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова